Привет всем, с вами Дмитрий Лорошенко и сегодня поговорим о миграционных новостях, изменениях на текущую дату, что предлагает нам законодатель и какая есть на этот счет информация для иностранных граждан, лист безгражданства, которые находятся на территории Российской Федерации, за ее пределами и которым интересно в целом миграционное законодательство. Значит, первый нюанс это то, что есть ряд инициатив, которые сейчас активно обсуждаются. Первый это порядок ограничения въезда членов семьи иностранных граждан, трудовых мигрантов, то есть стран ЕС и патентов, в принципе, это вот основная категория, за исключением ВКС. Но, может быть, я как понимаю, сюда будут и включены те, кто приезжает с рабочей визой, не ВКС. В связи с этим стоит задуматься тем лицам, которые, значит, собираются привезти свою семью сюда, в Российскую Федерацию, потому что так или иначе, но мы видим, что поддержаны данные инициативы различными представителями власти, и поэтому, скорее всего, в той или иной форме данный законопроект будет одобрен. В ближайшее время он будет на рассмотрении с различными корректировками. Суть его такая, чтобы заграничить въезд членам семьи, у которых нет оснований для пребывания, кроме, значит, члена семьи, у которой есть патент или трудовой договор, и на основании этого продлевается, значит, пребывание, и в связи с этим ограничить членам семьи данный способ продления миграционного учета и пребывания в Российской Федерации. То бишь иностранец, у которого есть трудовой договор, может своим членам семьи продлить здесь пребывание без каких-либо фактических оснований у этих лиц, у своих родственников. То есть его трудовой договор, патент, НДФЛ оплаченный является на текущий момент основанием для продления. Вот это хотят ограничить и вернуть обратно, как это было пару лет назад. И ограничить, соответственно, въезд членов семьи в Российскую Федерацию, как это будет контролироваться. Скорее всего, в рамках дактилоскопии и биометрии, то есть если член семьи проехал и, значит, прошел дактилоскопию и биометрию, может быть, соответственно, и по родственникам сразу будут какие-либо ограничения приниматься по факту въезда. Посмотрим тоже, как этот будет вопрос решаться. Также и поправка, связанная с биометрией, в том числе и, возможно, и геномная регистрация на этот счет, и в целом, значит, разработка цифрового профиля иностранного гражданина. Эта инициатива была, значит, председатель Следственного комитета о том, чтобы по факту въезда иностранец сдавал биометрию, дактилоскопию, фотографирование, и в том числе и геномно вносились, соответственно, сведения в цифровой профиль иностранца. Этот вопрос открытый и тоже, я думаю, что в ближайшее время будет рассмотрен. Третий нюанс связан с выдворениями. Закон о высылке и в целом вот эта схема административного контроля вступает в силу с 5 февраля с ужесточением режима временного пребывания 90 в течение года, но и в то же время, соответственно, усиливается и мера по выдворению. Связаны они, опять же, с расширением фактически состава статей, по которым можно будет выдворять инициативу от ЛДПР. Там порядка 20 статей, по которым можно будет дополнительно принимать решение о выдворении. Ну и, естественно, МВД получает данные возможности без суда выдворять иностранных граждан, тем самым здесь сокращается срок самой процедуры принятия решения и исполнения, потому что сам по себе МВД, сотрудники МВД теперь будут исполнять и, соответственно, принимать решение о выдворении. Здесь единственное, что сроки оспаривания в данном случае без изменений. Далее, это по поводу гражданства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал о том, что предлагается увеличить срок проживания в браке, пребывания в браке для получения гражданства. Напомню, что в прошлом законе о гражданстве, в 62-м, там была статья упрощенного порядка оформления гражданства, 3 года брака, без детей можно было оформить гражданство при наличии вид на жительство, либо РВП плюс дети, подаем на гражданство. И вот в данном случае была поправка внесена, и сейчас у нас действует закон 138, там, где статья 16, в ней указано о том, что вид на жительство плюс ребенок и подаем на гражданство. Сроков нету, и статьи без детей оформить брак у нас тоже не позволяет. То есть нет такой статьи в законе о гражданстве. Скорее всего, спикер Госдумы имел в виду оформление РВП, потому что речь шла про эффективные браки. Закон, проект, который принят в первом чтении, суть его такая, чтобы лица, которые хотят после регистрации брака, иностранцы оформят разрешение на временное проживание, должны прожить браки два года. Есть разные отзывы на этот счет, можно посмотреть видеообзоры и стенограмму, почитать обсуждение этого законопроекта. Но суть именно связана с оформлением разрешения на временное проживание. Возможно, это имелось в виду, и, соответственно, там корректировка сроков 2, 3, 4 года. Если данный законопроект примут, то получается, что сейчас, пока законопроект не примут, хотя на практике уже ситуация немножко поменялась и тоже требует определенное количество времени пребывания, проживания в браке. Но сейчас в законе нет такой поправки о том, что зарегистрировал брак, прожил 2 года, подал на РВП. Если этот законопроект примут, то получается, что зарегистрировал брак в России, в другой стране, приехал в Россию, чтобы подать брак по браку на РВП, браку должно быть 2 года. Может быть, будет 3, 4, вот как об этом говорил спикер Госдумы. Возможно, и будет инициатива внесения изменений в статью 16, и появится отдельная статья, которая даст возможность без детей подавать на гражданство со сроком 3 года, 4 года, может быть, и больше, как это есть, например, в Республике Беларусь. Поэтому будем следить за этой инициативой, потому что она тоже актуальна для многих иностранных граждан. И еще одна инициатива, которую я бы тоже хотел, чтобы ее рассмотрели, она была тоже принята в первом чтении, это оформление вид на жительство по родственникам в восходящей линии. Потому что много соотечественников, которые по тем или иным обстоятельствам оказались за пределами России, в дальнем ближнем зарубежье, но которые имели соответствующих родственников, которые родились или проживали в границах Российской Федерации, то есть в РСФСР. И, соответственно, есть возможность у них подавать не на репатриацию, а непосредственно на территорию России подать на вид на жительство. Поэтому, если эту поправку примут, она прошла, напомню, в первом чтении, то хотелось бы также, чтобы в статье 8 о законе правоположения странных граждан появилось данное основание и данная категория соотечественников, потому что это именно соотечественники, имеющие корни, скажем так, с Российской Федерации, могли получить вид на жительство и потом сразу подать на гражданство, потому что аналогичная поправка, основание есть в законе о гражданстве. В целом пока, наверное, все. Есть еще ряд инициатив, связанных с налоговой поправкой, опять же, с контролем пребывания иностранных граждан. Но будет видно уже на следующей неделе, когда начнет работать Госдума, то есть и не работать, а именно у нас уже пойдут первые заседания Госдумы. И там уже, скорее всего, по существу увидим рассмотрение тех или иных проектов законов. Будем всего доброго, будем на связи, до свидания.